Строим, строим целый день, строить, строить нам не верь, позовем своим друзей. В этом доме царит порядок и уют. Наталья Румянцева погружает своих маленьких воспитанников в атмосферу творчества. Через конструктор малыши познают окружающий мир. Педагог детского сада 172 наряду с сотней своих коллег приняла участие в конкурсе профмастерства и стала воспитателем года Самарской области. Профессия выбрала меня. Я скажу это так. Почему профессия? Потому что пришла со своим ребенком сюда. Здесь и осталось. Для меня звание педагога-воспитателя – это не слова. Я не хочу уронить эту профессию. Более того, я хочу ее поднять на должный уровень. Всего до финала регионального этапа конкурса добрались более 30 воспитателей и два десятка музыкальных педагогов. В номинации «Музыкальная палитра» победу одержала Елена Белова из Тольятти. Эстетическое воспитание детей очень важно для раннего развития вместе с умением читать и считать, уверены жюри. Нас единственное насторожило в этом году, что у нас такой пошел серьезный технический уклон. Вот у нас математики и музыканты. Воспитатели очень увлечены конструированием, математикой, работой техникой. Вот сегодня даже обсуждали тему, что нельзя забывать, что развитие ребенка многогранно, всесторонне и целостно. Победители регионального этапа конкурса «Воспитатель года» и «Музыкальный педагог» будут представлять Самарскую область на всю страну. Несмотря на огромное количество модных методик для раннего развития, лучший способ понять ребенка – поиграть с ним, уверены воспитатели. Ольга Морозова, Григорий Пляшаков, События. Вот это что такое?